добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о крещении в духе святом сегодня я хотел бы начать говорить об условиях крещения кто-то говорит что нужно быть абсолютно святым что как вы понимаете невозможно кто-то говорит о том что мы должны достичь определенного уровня познания что тоже невозможно кто-то говорит о том что это должно быть признано церковью вернее иерархами церкви и так далее условий достаточно много я разделяю эти условия и вообще наверно все условия на две большие категории это условия с точки зрения бога и условия с точки зрения человека мы заходим с разных сторон рассматривая нашу тему и так сегодня я хотел бы начать о том какова точка зрения бога на те условия которые необходимо соблюсти чтобы получить крещение в духе святом и сегодня я хочу начать с голгофы в центре всего находится христос и его крестные страдания не только в вопросе крещения духом святым но и вопросе искупления спасения очищения благоволения благодати и вообще если христос не является центром всего и центром каждого аспекта нашей жизни и веры то мы не христиане потому что основное отличие христианства не догматические вопросы а христоцентричной жизни если христос находится в центре то тогда мы действительно христиане и так голгофа если мы говорим о крещении в духе святом является дверью для излияния духа святого без этого ничего бы не было таким образом когда мы с вами говорим о главных критериях о главных условиях которые бог нам предъявляет для того чтобы были мы были крещены это мы должны склониться у голгофы и принять ту жертву которую занял за нас бог принес две тысячи лет назад